На данный момент ситуация такова, нам нужно поехать до города Кейм, 887 километров. Машина полноприводная, машина не новая, это буровая вышка, к тому же загружена железом, то есть на самом по себе тяжелая порядка 6,5 тонн, плюс еще подзагрузили на полторы. Задача еще такая, машина полноприводная, не до привод фактически, не исправим передний мост, или зато лебедка с собой, что еще. Ну и естественно на скорости она пляшет, она едет медленно 60, и плюс она вправо-влево-влево, так что такую шабашку я подплатил. Посмотрим, как это все будет выглядеть в дороге. Да и не доимет, не изморяется. Вот на этом в пепелакциях можно будет доехать почти еще и у нас плюс 3, в Кейм говорят, топчется. Как у нас погода, мы посмотрим, как будет дальше. Продолжайте ехаться на вашу. Монтаж Монтаж я сломал сразу, практически вдруг хотел колеса подтянуть, мы заехали на машину монтаж. Колеса снимались, а на газончике, сами знаете, надо колеса протягивать. Ну, в грузовой машине колеса протягиваются через 100 километров от Марса. Как видите, колеса пошли, пошли протягиваться. А монтажку нам сделали давно, я ее сломал, сразу сломал. Даже вон вертолет улетает. Что, с чего я сломал монтажку. Ну, вот кусочек был вот здесь. Ну, тут обычно. Что ж, болотник поставить. Ой, блин. У нас кусочек нарисовался. Добавление масла целовано. Еще посмотри, что там. Красовый домик. Прямо по самым головинам. А теперь самая кинестра. Куда у него масло? Да. Куда у него масло? А это у нас соляка. Вот как крышка упала, так упало мое терпение на эту автопогину. После этих взрослых пациентов мы будем ехать дальше нельзя. Потому что еще 800 км в пути. 687 км. А мотора у нас уже нет. Трансос начался легко заливать и масло. Нормально мы приехали уже, потому что уже было. Было по выезду у нас масло. Ну что, теперь нам нужно вернуться до дома. С которой здесь поехали тоже. 255 км до дома добраться должен на убитом моторе. Перекрутить мы его тоже не могли ни киллбазом. Потому как ехали мало и тихо. Вот доехали до Белого моря. Труто. Идем обратно дорогой. Стемело, кстати говоря. Сейчас, походу, эта погода будет очень хорошая. А тормозов на этой машине тоже, кстати, нет. Наши белки придется снова. Ну, вроде, снова ездить сюда. Давай. Ну, что у нас? Ну, опять же, у нас 886 км. Там есть ничего в этот раз. Ни колеса, которые повзрывались на обратном пути. Как бы снимать уже не стал. Была темнота и, скажем так, не до этого нужно было доехать. Сейчас я искренне надеюсь, что не замерзнет солярка. Просто сейчас, как раз, такой переходный период, когда еще не известно, что на заправках есть. Вот. И не замерзнет воздух в этой машине. Потому что тормоза есть воздушные. Он очень сильно загружен. Это буровая вышка, повторюсь. Это тяжело. В нем еще железо напихали. Чтобы машина порожняком не ехала она и так. Сильно загружен рессор в обратку. Группы неизведем. Вот. Сейчас прогреюсь, заправлюсь и стартовать. Пока. Жарко. В 5 утра. Уезжаем в Глобьки. Все замерзло. Вот. Ну, надеюсь, все будет хорошо. надеюсь, мы подготовили. Заходим. Да, заходим! Ой, давай! Покаром 10,5 литров. Проехал 57 километров. Вот счет как-то, вот что-то как-то, четверть проказует. Дырки, вроде, нигде нет. Не утекает. Но что-то есть такое вот. Да. Будет весело. Светает потихонечку. Восемь золь в время. Одного года взлетел я до 184, но я уже глубоко показываю. Хотя это больше. Расход что-то даже не представляет, какой сейчас на нем. У меня еще 723 километра пилить. И ситуация такова. Доехал до того же места, где развернулись в прошлый раз. Машина в порядке. Пока все едет, слава богу. До водейного 111, Петрозаводска 300. Нет, Петрозаводска еще пилить и пилить. Сегодня у нас есть мысль доехать до конца. Навигатор пишет, что 19.21 прибытие. Не знаю. Там снегопад дальше уже начинается, когда я слышал операции. Поэтому будем пилить. Смотреть по факту. 220 километров. И пол бака сожрал. Думал, что Петрозаводска будет доливаться. Мне нужно до близких минут. Приехал по солнечной погодке. Серега увидел, что там солнце еще было. Небо отцу чисто. А вот дальше. Это темнело. Это значит, что ждем снег. Не успел там шабашить. Он уже сейчас приедет. Хорошо убрался, парень. Петрозаводска. Так бы я уже не подниму здесь так просто. Тем более. Онграждане снова ставят. Не этой машины, скажем так, поднимать. Ну, Петрозаводска. 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 Добро пожаловать в Рескуплю. Карелия. Блин, как же мне этот шатеряз. Газон будет тряс уже весь. Скотина. Еще ехать сколько. А-а-а-а-а. Петрозаводска прошел, заправился. Немного перекусил. И продолжает свой трясучий рейс дальше. На место мне еще 250 км. И самое главное, что я узнал, что поезд раньше пройдет оттуда. Теперь надо нажать, чтобы устать. А что-то нажимать, мягко скажем. Стремно, потому что местами подбуксовывают колеса. Пошел снегопад, пошли горы. Снак возможен обвал. Вот такой висит здесь. Короче говоря, походу, ты тоже быстро не погонишь. Теперь дай бог, чтобы хватило времени запаса, который был сделан. Идет хорошо. Смешный город. Все. Чистая зима. Чисто как на дороге. Особо не разгонишься уже. Чисто как на дороге. Чисто как на дороге. Чисто как на дороге. 181 км в принципе. И по времени не успеть должен. Если мы ставить не будем через полчаса. Вот, все зеленый. Дальше. Дальше. Восемьдесят километров до места. Но тут что-то печать достаточно. На подъеме, упаси бог, остановиться. Самому, конечно, съезжать. Дальше. Если еще остановишься. О, всю зиму. Факт. Север здесь север. Поспоришь. Маленький, это понятно. Этот товарищ меня сегодня уже раз на шестой или седьмах держает. Вопрос, смысл отнестись. Все равно постоянно обгоняющих. А я еду скоростью 60-70. Ну, местами хватит. Спуски, подъемы. Блин. Честно говоря, по этой дороге еду в первый раз. То есть, какая она из себя по ландшафту, я даже близки не представляю. Ну, естественно, в ночь в такую погоду нестись. Не знаю, где сейчас будет спуск, где поворот с подъемом, чтобы время остановиться. Ну, нет смысла. Да я потихонечку ползу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кемская волость? О, я, я. Кемская волость. О, я, я. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Верните направо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вот и газелька, которую нас ждет. Ну, вот и все. Все дело сделал. Дальше машина пойдет уже другим человеком. Дальше по дивану. А я поеду вот на этой газельке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 53-й регион. А мы находимся еще где-то появились. А в конце ход до паровоза. Допаровоз нужен. Без паровоза не так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все. Мое дело закончено. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Навелся. Ни хрена себе названится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поздравляю. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сижу в кафе «Филадельфер» в Питере. Полтора часа на скобаршотке. И у чая. Чай даже кипятится здесь сам. Грири. Одна каморз. Покажу итог данного мероприятия. Садко не дальнобойная машина. Не для дальних перегонов. Ну, невозможного ничего нету. Сейчас сделано. Сейчас допиваю чай на свечке. И стартую дальше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА